Сегодня девятый день нашего мотопутешествия. Месье пошел забрать байк и по его рассказам здесь очень много красивых мест. Мне пришлось вернуться, потому что мы забыли каски. Все, едем. Субтитры создавал DimaTorzok Перед вами станция Дуски или как горнолыжная база Супербест. Достаточно много есть и развлечений и летом. Паскаль говорит, что в последнее время здесь на этой стороне нет снега. По той стороне есть еще одна станция. И там есть снег зимой. С этой стороной уже у них проблемы. Вчера мы были вон там, в горе Пью-Мари. Мы решили остановиться и посмотреть вот эти вот коровы такого цвета, коричневого, с колокольчиками породы Соля. А еще мы переезжали. Здесь колокольчик такой вот, а есть еще плоский колокольчик. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Видите, какая тут интересная крыша из соломы. Соляпай? Крыша из соломы. Что меня удивляет во всех этих французских деревеньках, то что куда мы бы ни приехали, там от количества домиков 2 или 3 или 10, у них везде проведена все благоцивилизация. Даже вот в этом маленьком домике, если обратите внимание, нету нигде электропровода, кабелей. Тут есть фонарь, электросети, кабеля, они все подвинуты. То есть все вдоль, все сразу делается. Поэтому, когда говорят, я живу там в деревне во Франции, жить в деревне, когда у тебя есть все благоцивилизации, скажем так. Почему нет? Это даже лучше, чем в городе, где много движения, загазованность. А здесь, здесь прям сказка. То, что обожаю французские деревни. Мы проезжаем в ферму, где работал Паскаль, когда ему было 14 лет. Ты прошел сколько лет? Два месяца он был здесь. Страна озер и вулканов. А вон там мы нашли какой-то симпатичный мост, но старый. Вау, действительно он старинный. Вот я на этот мост захожу. Вау, какая красота. Небольшая остановка в местечке Солье. Он нашел своего друга. Он не дал только в Франции? Не в Франции, но в юности. В общем, друг в юности. Надеюсь, он его встретит. Все, месье уехал, я остаюсь в этой деревне. Нашла месье. Сейчас у нас небольшая остановка в местечке Сан-Флорей на обед. Ля Кузе Тава. Ресторанчик Ля Кузе Тава. Сзади меня такая симпатичная речушка с каскадами. Мы только что были у друзей Паскаля, у его друга. Мы его все-таки нашли, с которым он виделся почти десять лет. И у них, представляете, у них десять детей. Вот так вот. Бывает и во французских семьях такое количество детей. Я заказала себе местный специалитет Авернии Тхойфаде. Это картошечка с сыром мутом. Виноград, виноград повсюду, даже здесь. Сейчас попробуем, какой он на вкус. Приехали посмотреть озеро Павол. Виноград, виноград. Мы приехали на еще один горнолыжный курорт, там вот есть Телеферик, поднимемся туда. Я добралась, дорога идет поссюду, там со всех сторон, с той стороны Фиаид, Телеферик, там люди делают рундуне и потом поднимаются на эту вершину сваси. Это получается 1886 метров над уровнем моря и это самая высшая точка центрального массива. Мы в облаках, вот, облака, очень красиво. Спустились с этой на Телеферик, что скажу, если вы в Вавельне, то сюда обязательно нужно приехать. Вид очень красивый, подъем немного легче, чем на пьюзные норы. Ну, виды, конечно, открываются шикарные. Привет из города Ля-Бургуль, что находится в Вавельне. Время, как всегда, обеда. Так что мы сейчас выберем ресторанчик, покушаем. Здесь вот такой забавный морской конек. Оригинально. Канесье там свое это зацепляет в юге. Ну, в общем, средства против воров. Этот город Ля-Бургуль, он курорт по лечению заболеваний органов дыхательных путей, для детей в основном. И, так же, против всякого рода дерматита. Там вот дальше есть терм. Это какой город? Это, это маранно, потому что, обычно, он приходит всегда по лечению, и там, он приходит по лечению. Это в частности. Да. Орсиваль. Парусь Нотр-Даме Орсиваль. Ключ какой-то. Оказывается, это церковь 12 века. Дамы Орсиваль. Дамы Орсиваль. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова